Бабся, ты знаешь, как из сказки, из сказки как орехи била себе. А ты меня все снимаешь, не говоришь. Смешная такая бабся, а что тут такого? Бабся ест конфету, можно подумать, кто-то их не ест. Нет, но иногда есть такие люди, не иногда, а встречаются. Я из детства люблю. Молодец, кушай, кушай, бабушка. Эта зрительница одна, посмотри на меня, мам, написала, мама молодец, зубы сохранила свои. Вот уж ешьте, ребята, конфеты, чтобы такие зубы, как у мамы моей были, довечные, чтобы ни один не выпал за всю жизнь. Ты, наверное, правильные конфеты ешь, бабца. Да, правильно. Поделись секретом. Слежу. Следишь за зубами? Зубки тягачища. Молодец. С мамой пока репетировали, уже у обеих глаза на мокром месте, да, вам? Но, несмотря ни на что, не буду тебя снимать, если будешь эмоциональная настолько. Мы с мамой вместе, как два преподавателя. Я преподаватель музыки, художественной культуры и фортепиано. Мама преподавать и со стажем. Работали в школе, обе в детском саду. Я еще работала в музыкальной школе, общевразовательной, вела хоры. А мама у меня вела в школе, она медработник у меня и преподаватель биологии и химии. Закончила в свое время институт, да, мам? Да. А я университет и музыкальное училище. И мы, как учителя, к сожалению, мы не купили вчера цветы, потому что не было хороших цветов. А хотим от всей души поздравить всех учителей во всех странах мира с этой достойной, почетной профессией. Нужно быть очень добрым, отзывчивым, терпеливым человеком, чтобы работать в школе с детками, либо же в детском саду. Хотим пожелать крепкого здоровья, мира, самое главное, чтобы детки ходили в школу, в детские сады под мирным небом. Чтобы их окружали всегда добрые люди. Еще, конечно же, хотим пожелать хорошей, достойной зарплаты всем учителям. И всегда любить и быть любимым. Мама моя издалека говорит, холодно, а у меня сразу песня. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. А ну, холодные руки? Привет. Здрасте, тетенька. А нос, посмотри, какой носик. Ой, какой нос. Красный нос. Змерзла, бабка. А ты сказала, всем привет. Ой, всем привет. Так замерзла, что-то забыла, что надо сказать. Правда, нос. Очень холодно. Смотри, покраснел. Надо было одевать тебе уже зимнее пальто. Да, ну зимнее еще рано. Рано? Да, конечно. Ну, добрый. Зараз будем бегать, да? Да. Вокруг Кракова. Греться. Очень холодно. Очень. 12 градусов. Серо-серо. И солнца нет совершенно. И поэтому холодно. Еще на лавочке мама посидела, пока меня ждала. Чуть-чуть? Да, я ходила. В этих штанах, и там под штанами еще штаны, а под штанами еще штаны. Да, бабка? Ну, молодец. Так, отщипнула я, ребята, три таких вот, видите, листочка. Ну, не листочка, а со стебелечками. И помея батат. Это моя зрительница написала, говорит, это называется цветок и помея батат. Красивый такой, прекрасивый. Да. Ой, фокусируйся. И поставлю в воду, он даст корешки, и я его посажу. Потому что покупать цветы очень дорого, а так будет, я думаю, что получится, да, мам, расти свое. Да, получится, потому что... Это вот здесь вот они растут, возле кафешки. И помея батат. Несмотря на то, что сейчас всего лишь 5 часов дня, видите, как пасмурно. Да, мам? Такое ощущение, что уже... Такое ощущение, что уже... Тучи ходят они. Поздний вечер. Да. Тучки небесные, вечные, странники. Мы в детстве учили. Еще. Но люди гуляют, несмотря ни на что. Видишь, даже бабушки с палочками гуляют. А что они тоже поставили? Где? Ну вот, смотрим, какую-то палку, какую-то... А, конечно, у нас что-то поставили. Может быть, потом лампу такую, светильник приделают. Это не светильник. Ну вот такая же палка, видишь, как похоже. Ну, не знаю. Это, знаешь, что, наверное, как она называется? Кинокамера. Кинокамера? Да, камера. Кино снимать будут про тебя, да, бабца? Вот такая интересная бабца у нас. Пошли. Кинокамера. Говорила, что все небесное. В школу никак не хотела идти в первый класс. Мама конфеток мне дает. А, мы слышим, слышим. Мама конфеток дает тебе. Теперина дает. Теперина дает. Покажи нам. Покажи, на ладошку положи. Ага, вавильевские. Я уже цветком обмазалась, ребята. Вот такие конфеты вкусные. Нет, никакой химии нет. Тики-таки. Мой желудок сразу почувствует. Хорошая пани. Денькую, Бардо. Смачно? Очень. Бардо, смачно, что бы говорить. Смачно. Что бы говорить по-польску, как нам часто кажут. Да. Еще одним смачным словом приговаривая. И лодочка плывет. Ой, какая красота. На мне холодно, наверное. Ну, конечно, прохладно. 12 градусов. А сейчас будет с каждым часом все ниже и ниже погода становиться. Красиво. Купила я краску, ребята. Вчера зашла в бедронку. Все некогда-некогда. Надо покраситься. И немножко челку посвистить. Сама буду делать прическу. Все очень дорого. 100 с лишним злотых стоит покраситься. А если еще и кончики подровнять, это еще дороже. Я сама все делаю. У меня даже нет расчески такой нормальной для этого специально приспособленной. Обычной. Я с самой молодости сама делаю себе при стрижке. Да, мам? Еще и маму стригу. Да. В прошлый раз мне только говорит, ухо не подрежь. Только сказала и зацепила. Да, мам? Да. Вот нельзя под руку говорить. Я встала, доченька, холодно. Да? Нет, что? А то, что не чайник? Посиди, посиди. Не, не могу. Нос замерз. Пойдем, доченька. Боже, у тебя сегодня упражнения гимнастические просто, да? Чтобы достать тот кулек. Это мне только что рассказывала. Надо лечь на ящики, ребята. Про сигареты. Супер. Кто-то с фантазией приделал это все. Я вам хочу сказать, что там, где мы живем, в местах общественного поселения, у самого входа поставлены столики, на них поставлены пепельницы, и жильцы курят, те, кто курильщики. Ну, это здание, по-моему, шесть этажей, да, у нас. Живет много достаточно людей. Которые курят. Наверное, может, половина или меньше, чуть-чуть половина курящих, а часть не курящих. Но дело в том, что возле этого входа, им как кафе сделали такое, специально для курения. Ходят люди, дети, пожилые люди, которые не переносят дым. Летом весь этот дым летит в окна. Из-за этого люди ругаются, те, кто живут на ту сторону именно. И курильщики не понимают, что это некрасиво, по меньшей мере. Курить в лицо, ну, даже и курящему человеку так сделает. Это не то, что, можно сказать, не то, что некрасиво. Дело в том, что, когда идет дым, это равномерно, что человек курит, тот, который не курит. Вот так. Да. Слышала? Мама вышла, да? Не молодая, а мадам прям, знаете, затянула и выдохнула дым мне в рот. Ну, товарищи, ну, это вообще. А я... Ну, это культурная резкость. А у меня давление, да, повышается, я не могу, сердце слабое, мне сразу тошнит плохо. Да. Да. И вот такая вот у нас. Вот такой верный. А еще у нас, знаете, как делать любят люди? Открывают свою комнату двери. Сосетка. Открывают туалет, дверь в туалет, который у них не моется, и все эти запахи идут по всему коридору. Люди пишут в группу, что, типа, закрывайте двери, но люди все равно не реагируют. Вот такие бывают ситуации. Вот что такое общественное место, как вы знали. Это не у себя дома жизнь. В большом доме, да? Из нескольких комнат. В Ракове по-прежнему дождливо. У нас сегодня сейчас 10 градусов. Это где-то начало 10 дня. А днем 12 градусов тепла. А ночью 7 градусов тепла. Всем привет-привет! Я вас очень люблю и скучаю. Здесь шли мы с мамой на рынок новый клепаш. Я сейчас скуплюсь с мамой и пойду на работу, а мама поедет домой. Да, мам? Да. Мы хотим купить с мамой сметану, поэтому идем к сметану. Женщина по субботам привозит домашнюю сметану. Сейчас посмотрим огурчики по 12 золотых. А, есть, есть. Вот она стоит. Сейчас мы у нее купим сметану. Хорошая женщина очень. Так и сметана, и масло, и творог. Все домашнее замечательно. И очень добрая продавец. Нормально. Так, сейчас мы еще к Пану сходим помидорчики. Посмотрим, почему у него есть ли дешевые. По 2 злотых картошечка у Пана вкусная. И по 6 помидоров. Барджо смачные. На салатку. На салат. Какие симпатичные на клепаже гольфики под горлышко. Разные цвета. Цветы какие бесподобные. Просто красота. Эти тюльпаны. Сколько же они стоят? Смотри, какие красивые. Я не знаю. На салатке Паня сказала по 5 злотых штука. А вот красивые гольфики тоже. Но неизвестно, сколько стоят. Продавца нет. Разные цвета. Это на клепаже. Очень актуально. И горло не будет болеть никогда. Это мой любимый киоск. Где мы покупаем хачапури и разные другие вкусности. Очень вкусная пицца. Шинка с сыром. Курчак с сыром. Всегда свежая продукция. Замечательные продавцы. Приходите. Еще и на подарок дали нам 2 сладкие слойки. Вот 2 хачапури я купила. И 2 сладкие слойки нам дали в подарок. Спасибо большое. Успехов, процветания замечательным людям. Это не возле цветов. Продают свою продукцию. Да, бабцы? Я вас. В киоске очень вкусная рыбка продается. Все возможные. Еще и салаты рыбные. И другие шпроты по 18, по 14 злотых за баночку. Вот такие вот шпроты по 29 злотых на развес. Сельдь балтийская даже есть. Так, шпроты. Вот те вот большие шпроты меня заинтересовали. Хочется попробовать. Почем они? Ага, шпротка 29. Макрела. Очень вкусная рыба. Очень вкусная рыба. По 36 злотых. Эту рыбку я не пробовала. Но тут, вероятнее всего, все очень вкусно. Скупилась? Да, скупилась, дочка. Купила картошки. Да, мам, помидор. Тебя отправляю на автобус до дому. Хлебушка. Давай. Всем пока. Пока всем. Пошла моя бабка. Повида до дому. А я на работу, как я уже говорила. Не так давно мы с вами гуляли по летней набережной. Тут было очень солнечно и очень жарко. Отдыхающие лежали на траве, загорали. А это у нас набережная реки Вислы осенняя. Моросит дождь, такое туманное сонно-туманное настроение. Но и все равно гуляют отдыхающие. Есть туристы. Хоть и понемногу. Плавают на корабликах. Вот там вдалеке, возле замка Вавель, не могу увеличить вам сейчас телефоном, гуляет достаточно много народу, несмотря на такую дождливую погоду. А вот и одна из достопримечательностей, самых главных. Привет! Привет, красивый лебедь! Правильно вы угадали, это лебедь. Видите, он подплывает, думает, что я его буду кормить. И хвостиком ты даже машешь, да? Как собачка хвостиком машет, просит. Ну, нет ничего у меня. Видите, как он приблизился и смотрит. Плохая тетя, да ничего не принесла. Ах, ты хороший, умный какой. Видите, ручной. Пойдем туда, поплыли. Лебедь! А вот и вплывет целых четыре. И там еще один занурился в воду впереди. Здравствуйте, лебеди! Видят, что им ничего не дают. И отплыли подальше. Правильно, молодцы! Так приятно пройтись возле реки. После душного пространства оказаться на природе. И, несмотря на дождь, красота. Всем желаю хорошей погоды, отличного настроения. А главное, мира всем нам и добра. Ой, хотела показать красоту сзади себя. Как красиво! Красота умытая дождем. Вот такие вот шпроты. Смотрите, какие я вам показывала в видео. Вот такие вот шпроты. Огроменные. Сейчас попробую. Ммм, очень вкусно. Немножко суховатые. Немножко, но очень вкусные. Супер свежайшие. Картошку мама отварила в мундире, в кожуре. Да, мама? Я такого захотела. И помидорчики свежие. Ммм, давно такого не ели. Всем приятного аппетита, кто кушает. Вот такое раннее хмурое утро у нас за окном. Осмурное такое, дождливое. Уставшее, вернее, от дождя, скажем так. Если у меня на окошке умытый антуриум, побрызгала его, видите? Он любит умываться, только цветочки нельзя ему убрызгать. Кактус алоэ, который не растет. Ему, наверное, надо большую территорию. То есть, горшочек побольше. И купила вчера базилик. Вот эти листочки примяла немножко. А здесь у меня жарятся грибы. Луком, болгарским перцем и баклажанами. Растительное масло. Мамином, любимым посольничниковым. И картошку вот мы убили сейчас. Это все поджали, что сюда добавлю. И вкусно. Если есть яйцо, можно яйца добавить. У меня яйца нет. Съела вчера последнее. Скупить. Видите, как окно быстро запотевает. Можно рисовать все, что угодно. Там сердечко нарисовало. Улыбающиеся. Всем хорошего дня или вечера. Отличного настроения. А главное, мира и добра. Купила вот такой вот еще горшочек базилика в бедронке. За 6 злотых, по-моему. Здесь очень много, видите, растений, которые постоянно подрастают. Вот я по одному, по два, три листика максимум отщипываю. И мне хватает вот такого горшочка. Нам с мамой хватило на полгода. Потому что мама сильно не любит его. Он вместо и лаврового листа очень хороший. В суп добавлять куда угодно. И такой свежий, пахущий. Пахнет, пахнет. Как с огорода, значит, своего дома. Вот такая у меня красота получилась. Вкуснятина. Всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Вкусно очень. И полезно. И хотим с мамой вместе. Мама очень хочет. Мама меня попросила спеть песню. И это будет нашим поздравлением. Три, четыре. Сонечко встает, и шумит трава. Бачу стежку, где проходишь ты, рідна ты. Вчителька моя, зори світова. Звідки виглядати, де тебе знайти. Вчителька моя, зори світова. Звідки виглядати, де тебе знайти. Вчителька моя, зори світова.